Приветствую вас, аноним. Давайте разбираться с тем, что вы написали. Значит, ситуация выглядит так, что вы, учась в учебном заведении, имеете дело со строгой системой пропусков. Когда, вероятно, все очень сильно контролируется, да, когда, вероятно, все очень сильно, значит, регламентируется. И когда, вероятно, все, ну, достаточно проблематично, то есть никакой свободы действий нет, ну, у, например, вас. Вот, соответственно, вы хотите ехать отдыхать. И вы не хотите говорить об этом декану своего факультета. И, на мой взгляд, первое, на что вам нужно обратить внимание, это на причину, по которой вы не хотите говорить декану факультета, что вы, ну, что вы едете отдыхать. Потому что это ваша особенность. Это ваша проблема. То, что вы не можете, точнее, не хотите говорить о своем декану факультета о том, куда вы едете. Как бы вы не принимаете тот факт, да, вы не принимаете тот факт, что, например, вы имеете, допустим, право на отдых. Вы, на мой взгляд, не уверены в себе здесь, да. Вы сомневаетесь в правомерности того, что вы вот едете, ну, хотите, хотите поехать отдохнуть. И из-за этого вы хотите соврать, из-за этого вы хотите что-то придумать. Но, смотрите, если вам так или иначе запрещают куда-либо ездить, если вам так или иначе запрещают куда-либо ходить, то могут ведь и проверить, понимаете. Могут ведь и проверить, куда вы собрались и какую бы ложь вы не придумали, и эта проверка может причинить вам много-много-много хлопот, много-много-много неудобств. Поэтому я думаю, что если правилами института не запрещено отдыхать, да, то вам нужно сказать правду. Если вы хотите отдохнуть, но вам как бы нельзя, это ваше желание рискнуть, то в таком случае я полагаю, что имеет смысл иметь в виду риск, риски. То есть вот существует риск того, что вас, значит, ну, обнаружил. Да, существует риск того, что он вас, значит, раскроет. И вам, мне кажется, нужно иметь этот риск в виду обязательно. И если вы готовы к этому риску, да, то, соответственно, уже можно будет вам что-то делать. Уже можно будет, ну, придумывать какую-то легенду, да. Ну, в принципе, любую легенду, которую вы готовы отлучить, да, может быть, даже подтвердить. Вот. Но опять же, опять же, да, у вас есть, на мой взгляд, такая проблема, что вы говорите, не дай бог. То есть вы как бы, ну, суеверны, возможно, или чего-то боитесь, возможно. Понимаете, какая история? То есть вы себе, вы себе как бы не позволяете, не позволяете, значит, проявить свои желания. Вот так, я думаю. То есть вы их периодически, если не постоянно, подавляете, может быть. Вот. И это приводит к тому, что у вас копится неудовлетворенность. Вот. Источником КПР является неуверенность в себе. И, возможно, общее подавленное от того, что вы постоянно под гнетом находитесь, ну, постоянно под гнетом каких-то правил, норм и так далее. Вот. Далее вы говорите, может, согласно на болезнь родственников упаси Божьей. Так вот, упаси Божьей, это свидетельство о том, что вы, возможно, верите в Бога, да, и считаете, что подобно ложь, да, является чем-то вроде греха, может быть, да, и так далее. Лид, конечно, все упирается в ваши моральные принципы, да. Если вы верующий человек, и если вы считаете, что вера в Бога это важно, да, то я полагаю, что на болезнь родственников ссылаться нельзя. Можно придумать что-то другое. Что это, что вы могли бы подтвердить еще другие люди, если деган изъявит желание проверить. Это означает, что с кем-то вам нужно будет договориться. И здесь, на мой взгляд, на первый план выступает следующий момент. Вот вы говорите, вы говорите, подскажите, как лучше, да, подскажите, как лучше, как лучше, чтобы что. Как лучше соврать, что лучше придумать, но мы вашу ситуацию знаем постольку, поскольку, чтобы что-то вам рекомендовать. То есть нужно изучить всю ситуацию в целом, да, подумать. Вот вы хотите отдыхать, да, какую цену вы готовы заплатить, то есть на сколько далеко вы готовы пойти. Вот, например, на болезнь родственников сослаться вы не можете, потому что это, ну, как бы не разрешается вашей верой, да, допустим. И в этом нет ничего плохого, но это то, что для вас не работает. А другие варианты, например, которые сейчас вам приходят на ум, они слишком неубедительны, да. Но здесь сразу встает вопрос, а каковы критерии убедительности тогда? Вот. То есть критерий убедительности какой? Тогда. Ведь если для вас что-то неубедительно, если для вас что-то неубедительно, то вы можете, наверное, это для себя, ну, например, обосновать. Надо просто сказать, что вот для меня то или иное является неубедительным. По там, по той, ну, по той или по другой причине, да, допустим. Вот. Но у этого должны быть причины. Критерии убедительности и неубедительности должны быть, а у вас их как бы нет. Понимаете? Потому что изначально проблема не ясна. Ну, если, например, в, значит, в институте не в тюрьме, вот, вы же там свободный человек, но почему-то ведете себя как в тюрьме. Вот. Поведете себя как ребенок, который, вот, боится, там, не знаю, прогневить взрослых, да. Вот. Но при этом вы же сами выбрали этот институт для своего обучения. Вот. Вы его выбрали, значит, он вам по душе. Значит, вам нравится такое, ну, нравится порядке, нравится прописки и так далее. А сейчас получается, что вы, как будто, знаете, не готовы платить ту цену, да, за обучение, которое изначально вам озвучили. Вот. Что здесь у вас налицо определенный внутренний конфликт. Вот. И его нужно разрешить. Потому что любая ложь, любая ложь, какой бы она ни была, да, любая ложь, это не принятие себя. Это не принятие своих каких-то желаний, стремлений и так далее. Это означает, что вы не свободны. Вот. А это, в свою очередь, означает, что, ну, да, да, проблему вы, может быть, решите, да, может быть, вы уедете, отдыхаете, может быть, вас даже не раскроют, не раскроют, что вы там что-то скрывали, обманывали и так далее. Вот. Но по жизни у вас подобное, подобный конфликт будет преследоваться. Вот. То есть вы, как бы, будете периодически, ну, нуждаться в том, ну, чтобы, например, обмануть кого-то, чтобы обманным путем, значит, добиться того, что нужно вам, например, и так далее. А это, это вариант, это, ну, не тот, не тот вариант, который является сколько-нибудь, значит, ну, сколько-нибудь хорошим для вас. Понимаете? Вот. Поэтому мне, мне всё-таки представляется вот именно, именно такой. Вот. Ага. Значит, значит, а вот, в принципе, то, что мне кажется важным здесь. Да? То есть откуда-то у вас это пошло, что вы подавляете свои желания? Откуда у вас это пошло, что вы, ну, начали, грубо говоря, хитрить? Да? Вот. Вот. Ага. Ага. Мне кажется, что у этого есть причины, и эти причины, в принципе, можно будет разобрать. Ага. Дальше. Ага. Следующий момент. Вы говорите, что в первой судьбе другая девочка тоже, значит, собрана уезжать в это время и тоже собирается подходить, значит, значит, к декану, ну, для того, чтобы, да, чтобы решить вопрос. И вы хотите ее опередить. По какой причине вы хотите опередить ее? Почему для вас, для вас так важно ее опередить? То есть, чего вы боитесь? Опять. В чем ваш страх заключается? Опять. Понимаете? Понимаете? То есть, у меня есть такое ощущение, что вы всей ситуации нам, ну, просто-напросто не, ну, это как, не договаривайтесь. Вот. И мне интересно, мне интересно, почему. То есть, допустим, вы, вы, вы считаете, допустим, 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 вы считаете, что, если две девушки, ну, два человека, да, подойдут к преподавателю с одной, с одной той же просьбой, да, что, ну, типа, с одной. Что нужно уехать, например. Что это будет, ну, это подозрительно, да? Вот. Допустим, вы считаете так. Допустим. Допустим, вы считаете так. Но, если даже чисто, чисто формально, если даже чисто формально вы правы, то, по факту, по факту, она, декан, не имеет права вам отказать только, только на фоне того, что, только по причине. Другая девушка приедет. Тоже. Посмотрите. Ну, потому что вы друг другом, как бы, не связаны. Вот. Ну, опять же, это всё зависит от того, как вы, как вы себя, как вы себя ставите. Знаете? Вот. В отношениях. Потому что, если вы поставили себя так, что вы боитесь и не уверены в себе, то я не удивлен, что вас могут не отпустить. Потому что, декан, если она строгая, она увидит, что вы умнётесь, увидит, что вы не уверены в себе и начнёт вас подавлять. Вот. Но это, скорее, следствие, опять же, вашего определённого поведения, да? Это не следствие того, что она какая-то не такая. Декан я имею ввиду. Вот. То есть, вы имеете право на отдых? Имеете право на отдых. Всё. Проблем никаких быть не должно. Вот. То есть, как вы и поняли, основная сложность здесь именно в том, чтобы вам в своей проблеме разрешить. Личные проблемы, да? которые у вас имеют место быть. И тогда уже, будучи свободной от этих проблем, вы могли бы поступать так, как вам хочется. Вот. И тогда, будучи свободной от проблем, вы могли бы уже действовать любым образом, вне зависимости от того, кто, что, как, почему и так далее. Вот. Мне кажется, что это то, что для вас, вот, прям, первостепенно, 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 ну, первостепенное значение имеет, в общем. Ах, вот. Потому что, ну, всё остальное, всё остальное – это вторично. Вот. Вот. Поэтому, ориентируйтесь, всё-таки, не на локальное решение проблемы, да? Ориентируйтесь, всё-таки, на глобальное решение проблемы. Вот. Вот. Мне кажется, что для вас это куда более, более, будет эффективнее, чем то, что вы делаете сейчас. Потому что, ну, в жизни, в жизни вам придётся ещё принимать какие-то решения, да? Вот. Которые, ну, в общем, могут быть неприятными, могут быть какими-то дискомфортными, могут быть такими же, могут быть такими же по своей тематике, по своей структуре. И везде вы, получается, будете испытывать трудности. Вот. Везде вам будет нужна такая вот помощь. Вот. Ну, получается, да, пока что? Вот. На данный момент. Вот. Ну, я не думаю, что это что-то хорошее для вас. Вот. Есть у меня также сомнения ещё в том, что, ну, в том, что, возможно, возможно, значит, вы выбрали не свою работу, то есть, ну, не свой институт. Возможно, вы были не свободны в своём выборе. Вот. Возможно, вас принуждали, потому что вы, ну, не уверены в себе. Вот. Это как бы, как бы намекает. 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 То есть, тут вам ещё нужно подумать о том, как часто вы совершаете поступки, действия. Вот. В свою пользу, ну, для себя, да, как часто вы это делаете. А-а, как часто. Чем вы руководствуетесь, о-о-о. При... Принятие решения. Вот. То есть, руководствуетесь ли вы, о-о-о, собой. Руководствует ли вы своими какими-то интересами или вы руководствуете какими-то другими нормами, надо, например, должна, обязана, долг и так далее. То есть, вот это вот, конечно, тоже очень важно подобрать, потому что, ну, как мне кажется, подобная проблема не могла возникнуть на ровном месте, да, у нее есть предпосылки, вот, и, коли уж у нее есть предпосылки, то я предлагаю вам эти самые предпосылки вишить. То есть, мы с вами, как бы, идем дальше. Как бы? Я предлагаю не ограничиваться только этой проблемой. И если есть у вас соревновательный дух, да, то есть, вот, то, что вы говорите, я хочу быть первой, я хочу быть, ну, хочу опередить эту девочку, да, которая вот тоже пойдет отбрашиваться, что вот подобные проявления конкуренции, да, их, ну, тоже лучше, конечно, лучше бы исключить, потому что ничего хорошего вам, к нам эта конкуренция не даст. Ничего хорошего, кроме только нервов, негатива какого-то, да, и элементов состязания. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.